В Закарпатье масштабная спецоперация. В области работают более 300 сотрудников военной прокуратуры, пограничной службы, СБУ и военные. Задействовали даже вертолеты. На кого облава, Марина Ковали расскажет. Спецоперация началась в 6 утра в селе Великое Быген. Задействовали спецтехнику и авиацию. Здесь живут братья Горваты, которые, по данным местных активистов, приватизировали 54 гектара земли прямо на границе с Венгрией. Дома тела Горвата окружен военными с автоматами и здесь стоят бронемашины. Внутрь, в доме, во двор правоохранители журналистов не пускали. Мол, идут следственные действия. Казану особу подозрюют в распространении наркотических средств на территории Украины и за ее межами. За кордоном. Казану особу подозрюют в завладении, в отчужении государственных земель Украины вдовремя линии кордона. По нашим данным, протяженность границы с Венгрией, которую контролировали братья Горваты, более 5 километров. Они установили смотровые вышки, сторожевые вагончики. Там круглосуточно дежурили охранники, следили за передвижением пограничников и сообщали, когда граница свободна для переправки контрабанды. В сельсовете, говорят, землю выделяло Береговское райуправление Госгеокадастра. Силовики пожаловали не только Горватом. В военной прокуратуре сообщили, провели одновременно более 100 обысков у подозреваемых в контрабанде и незаконном завладении землями вдоль границы. Съемочной группе подробностей удалось заснять, как правоохранители осматривали еще несколько домов в разных селах Береговского района. В основном они принадлежат мелким предпринимателям, собственникам магазинов и кафе. С нами они разговаривать не хотели. Закривайте двери! Добрый день, вас затримали сейчас? Пока главным результатом сегодняшней спецоперации стало задержание бывшего начальника управления земельных ресурсов Береговского района. Ему уже объявили подозрение, завтра суд изберет меру пресечения. Также нашли наркотики, каннабис и опиум, пачки денег в украинских гривнах и иностранной валюте, сумму, а также кому они принадлежат, в военной прокуратуре пока не уточняют. Говорят, обыски и следственные действия продолжаются. Марина Коваль, Юрий Ковалев, подробности телеканал Интер, Закарпатская область.